Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачаева Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в Карачаево Черкесию прибыл главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбалат Тидеев и олимпийский чемпион и призер олимпийских игр в Токио. Абдул Рашид Садулаев, Заурбек Седаков, Заур Угуев, Гаджи Мурат Рашидов и Артур Найфонов. На границе их встречали представители власти. По традиции именитых гостей приветствовали чашу Айрана хлебом с солью. Джамбалат Тидеев делился впечатлениями о прошедшей олимпиаде, рассказывал о ярких моментах и громких победах наших олимпийцев. Не упустили возможности сфотографироваться на память с чемпионами и будущие спортсмены. Чемпионы и призеры олимпийских игр сегодня провели мастер-класс в Черкесске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Подробный репортаж смотрите завтра в наших информационных выпусках. Печальная весть. Ушел из жизни председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, правоохранительных органов Карачаева-Черкесии Николай Алхимович Токушинов. Соболезвание родным выразили глава республики Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Слонозов. Не стало достойного человека, истинного патриота своей страны и своей малой родины, мудрого наставника, доброго и заботливого семьянина. Основными качествами и основополагающими принципами жизни Николая Токушинова были любовь к родине, трудолюбие. Вся его многогранная трудовая и общественная деятельность является ярким примером беззаветного служения народу и родной Карачаева-Черкесии. Он внес весомый вклад в развитие республики и воспитание подрастающего поколения. Разделяем боль, невосполнимый утрат вместе с родными и близкими Николая Алхимовича Токушинова. Светлая ему память, говорится, в соболезновании. Более 100 тысяч жителей Карачаева-Черкесии прошли оба этапа вакцинации от коронавируса. Как проходит вакцинация в Адагихабльском районе и какой процент населения уже привился. Об этом не только рассказала исполняющая обязанности главного врача Адагихабльской района больницы Женя Бесокаева. Альбина Ламкова продолжит тему. Последние две недели кашель, одышка, температура, боли в горле. Что-нибудь беспокоило вас? Нет, не беспокоило. Прием терапевта перед прививкой стандартный. Как и по всей стране, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СМИЛС. В большинстве случаев вакцину переносят хорошо. Побочные эффекты не наблюдаются. Пациенты Адагихабльской районной поликлиники отмечают, что принимающие их врачи – настоящие профессионалы. К сожалению, Елена Сунчалеева после перенесенного ковида стала частым гостем в медицинском учреждении. Она теперь знает, насколько эта болезнь коварна. Прививку, да, конечно, я буду делать. А как же? Наш терапевт очень отзывчивый, хотя мы очень капризные и нагрубить можем. Наш персонал, они молодцы. Только плюс. И успокоят, и лекарства дадут бесплатные. В нашей больнице не хватает чего? Зданий не хватает. Условий для наших врачей. Мы мучаемся. Вот педиатр рядом принимает. Тут же и взрослые, тут же и дети. И все больные ходят. Конечно, хочется условий. И вот сейчас посмотрите. Сейчас зима. Где будут больные сейчас сидеть? Ждать? Вот на улице, да? Вакцинация в Адагихабльском районе набирает обороты. Защитный укол уже сделали более 57% населения. Вышло же постановление главного санитарного врача республики. После этого люди лучше начали вакцинироваться. Именно население, которое работающее. У нас имеется два пункта вакцинации. Они базируются на базе, значит, Адагихабльской районной поликлиники и на базе врачебной амбулатории в ауле Ирсакон. Также две мобильные группы, которые выезжают к больным на дом и вакцинируют прямо на дому. Также в организации, если есть желающие вакцинироваться. Проблем с поступлением вакцин не было и нет. Все четыре вида в наличии. Препарат по выбору пациентов. Население, которое сомневается, еще раз, еще раз призываю вакцинироваться. Многие говорят, я боюсь, я еще подумаю. Бояться надо инфекцию, а не вакцинацию. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного летального случая после проведения вакцинации. Акк коронавируса, все знаем, что умирает очень много людей. В заключении Женя Бесокаева отметила, что наше спасение – вакцинация. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Адейхабльский район. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 24 638 человек. Из них 22 045 выздоровели, 548 человек госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. 21 26 выше нуля и в горах местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западные 5-10. Температура ночью 11-13, а днем 23-25 градусов тепла. Спешите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа. Экзотик-шоу «Али Врувер». Ветские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. В республике прошли памятные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Героя Советского Союза Умара Хамидовича Хабекова. В республиканской столице, в родном ауле Умара Хабекова, в Малом Зеленчаке, почтили память героя торжественными митингами, вечерами и возложениями. Фатима Даурова подробнее. Утро 10 сентября, день рождения Героя Советского Союза Умара Хабекова, началось с торжественного митинга у его памятника. Во дворе родной Альма-Матер, педагогического училища, которое он с отличием окончил. Педагогический состав и студенты колледжа в своих выступлениях в очередной раз выразили особую гордость, что им досталась честь учиться и работать в учебном заведении, которое носит его имя. День памяти продолжился в амфитеатре Черкеска. На площадке перед входом в амфитеатр расположилась выставка. Пришедшие могли поближе познакомиться с биографией героя. На стендах разместилась подробная информация о подвигах Умара Хабекова. Представители правительства Карачаева Черкесии, депутаты парламента республики, члены общественных организаций, главы администрации, городов и районов, жители и гости столицы приняли участие в торжественной части, посвященной фронтовику. Об этом выдающемся человеке должна быть живой, активной. Она должна работать, работать так, как это делал он во имя нашей страны и служить вечным примером любви к Родине. Дорогие друзья, пройдут годы, пройдут века, но навсегда останутся бессмертными имена героических защитников нашей страны в великой битве с фашизмом. Вечная память нашим славным героям-защитникам Родины. Вечная память славному сыну Карачаева Черкесии Умару Хамидовичу Хабекову. Хабекову Умару было на то время 22 года, когда он совершил свой первый подвиг и когда его представили к самой высокой награде – Героя Советского Союза. Гордость Карачаева Черкесии Хабеков Умар Хамидович своим примером доказал, насколько богат наш край смелыми, отважными, героическими людьми. Вечер продолжил выступления творческих коллективов республики. Фронтовым песням в исполнении известных артистов подпевал весь зал. А громкие аплодисменты адресовались танцорам и их зажигательной хореографии. Днём позже в родном ауле Умара Хабекова в Малом Зеленчуке у его памятника собрались земляки, родственники жителей и руководство Хабецкого района. Много тёплых слов было сказано в адрес гвардии капитана, командира стрелкового батальона 301-го гвардейского полка Умара Хабекова. На Кавказе принято говорить – сила народа в его сыновьях. Каждое выступление источало гордость за сына черкесского народа, за его храбрость, за его подвиги. Дальше хочу сказать, прежде всего, обратиться к роду Хабековых. Вы вырастили достойного сына, который показал не только нам, всей России и всей Карачаевской Черкесии, какими могут быть сыновья Хабецкого района, как и роды Хабековых. Хочу пожелать всем, не только роду Хабековых, всем нашему подрастающему поколению, чтобы у нас вырастали герои не только боевых действий, но герои труда, герои спорта, герои наук. Фатима Даурова, Мусалий Шаков, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. В отделе МВД России по Уиджигутинскому району отметили день работника миграционной службы. О своей профессиональной деятельности они во главе с руководителем Султаном Каплановым рассказали нашей съемочной группе. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Отделение по вопросам миграции возглавляет Султан Капланов. Коллеги говорят, что руководитель всегда в курсе всех рабочих моментов и готов прийти на помощь, если возникают трудности. Ежедневно за услугами к сотрудникам отдела приходят граждане России и иностранцы. Одним требуется выдача или замена паспорта, другим – регистрация по месту жительства или по месту пребывания, или вид на жительство. Начальник рассказал об изменениях, коснувшихся отметок в паспорте. Граждане теперь, чтобы проставить отметки в паспорт о расторжении или регистрации брака о детях несовершеннолетних и о выдаче ранее выданных паспортах, ставятся теперь, они являются необязательными и проставляется паспорт только по желанию гражданина. Для этого гражданин пишет на мое имя заявление, в котором указывает, какие ему нужны эти отметки, и мы проставляем. Сегодня отдел пропагандирует среди населения преимущество пользования порталом госуслуг, ведь не нужно несколько раз посещать отдел и стоять в очереди. Можно все это сделать онлайн, а посетить отдел необходимо лишь для того, чтобы забрать готовый документ со скидкой госпошлины в 30%. Мы сюда скидываем временную регистрацию по месту жительства, паспорт, то есть обмен по 45-летию, снятие регистрационного учета тоже идет у нас, есть также другие услуги у нас. Сотрудники отделения по вопросам миграции радушно встречают всех граждан, обратившихся за услугами миграционной службы, и предоставляют своевременную и квалифицированную помощь. Мне очень все нравится, замечательно. Всегда, когда бы не пришел, вот не так давно я оформляла младшему сыну первый паспорт его, всегда вежливо, такие обходительные, все очень хорошо. Сотрудница отдела Екатерина рассказала и показала, как печатается главный документ гражданина. Этот супераппарат у нас печатает паспорта непосредственно, на чистых бланках он все данные гражданина отображает. Затем мы склеиваем фотографии и через ламинатор пропускаем, проклеиваем паспорт, и паспорт готов. В работе возникает много вопросов и сложностей, но трудности преодолеваются благодаря слаженной работе коллектива, где чувствуется климат отзывчивости и сплоченности. Сотрудники стараются помочь каждому обратившемуся гражданину. Руководитель гордится своим коллективом и в профессиональный праздник желает коллегам здоровья. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Жигута. Таким был понедельник, Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Частная жизнь». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин